В эфире программа День города в студии. Оксана Тебенихина, здравствуйте! Первый рабочий день подошел к концу и наши авторы готовы рассказать зрителям о событиях, произошедших в городе сегодня и за прошедшие выходные. Смотрите в этом выпуске. Инспекция Общероссийского народного фронта проверила состояние рязанских гарантийных дорог и оборудование пешеходных переходов. Свалка для многодетных семей. Рязанцы не могут начать строительство на своих участках из-за огромной кучи мусора. Семейный бизнес. Пара из Новомичуринска обнаружила золотую жилу в продаже наркотиков. Гарантийные дороги нашего города не соответствуют нормам. К такому выводу пришли представители Общероссийского народного фронта, которые занимаются контролем качества дорожного покрытия в регионах России. Ранее фронтовики уже проверили дороги в северо-западном, уральском, сибирском, дальневосточном федеральных округах. Побывали они в ряде регионов ЦФО. Сегодня активисты ОНФ провели рейд по дорогам Рязани. Каковы его результаты, узнаете из сюжета Алены Куколевой. Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта с проверкой посетила 2 ноября Рязань. Это 55-й регион, где побывали активисты. В минувшие выходные рейд прошел в Тамбове и Касимове. По плану нужно обследовать 60 тысяч километров. Предмет в руке у меня называется колобашечка. Это максимально простой предмет, но в то же время это инструмент, который сделан строго по ГОСТу. А сделана она из дерева и максимально простая. Мы таким образом хотим показать, что любой неравнодушный житель города, которому небезразличное состояние дорог. Может выпилить вот такую штуку и перемерить все ямы в городе. В яме на улице Островского, на которую приехали во просьбе местных жителей, деревянный эталон утонул. Вот есть яма, есть колобашка. Положили. Видно, что она провалилась. Нужно сделать фотографию с колобашкой, с ямой, с номером дома и отправить на сайт ГИБДД, чтобы эта яма была заделана. Здесь же измеряем высоту, на которой выступают люки над асфальтовым покрытием. И снова нарушение нормативов. Активисты отметили, что в городе существуют большие проблемы с состоянием дорожного покрытия. Ямы, высокая колейность, отсутствие разметки. Мы оцениваем состояние дорог, которые были отремонтированы в ближайшие 3-4 года, чтобы определить, в каком они находятся состоянии, насколько качественны работают подрядчики и как органы власти с ними взаимодействуют, заставляют ли переделывать брак, который они допустили. Активисты проверяют соответствие покрытия дорог ГОСТом и стандартам, фиксируют полученные результаты на видео, а также отдельное внимание уделяют инфраструктуре. В частности, территориям у больниц и школ. Пандус у детской поликлиники в самом центре города проверку не прошел. Здесь уже проблемы с парковкой, нет места для парковки инвалидов. И вот есть пандус. Маломобильная группа – это не только инвалиды, но это и мамы с колясками, и старички. Сейчас мы замерим крутизну пандуса. Дело в том, что пандус должен быть максимальный уклон 1 к 10. На метр превышения от уровня земли должен быть 10 метров пандуса в длину. Замечание народной инспекции оформят в отчет, который должен лечь на стол местных властей. Если отчет проигнорируют, пойдут к прокурору. Право многодетных семей на бесплатное получение земельного участка закреплено в федеральном законе, который Дмитрий Медведев подписал 4 года назад. Согласно документу, родители имеют право использовать на дел по своему усмотрению. Например, возвести на нем жилой дом. В Рязани с землей дела, видимо, обстоят не лучшим образом. Или ее мало, или используется она не по назначению. Иначе как объяснить тот факт, что несколько многодетных семей не могут начать строительство домов по причине того, что их участки по документам являются местом для свалки мусора? Разбирался с ситуацией Роман Дворецков. В Рязанской области выделяют землю многодетным семьям с 1 января 2012 года. За это время была проделана огромная работа по расселению семей. В этом году рязанские власти выделили 28 участков в районе Дягилева. Соответствующее решение было принято на заседании Городской думы еще 19 февраля этого года. Однако получение долгожданного участка обернулось для семей новыми проблемами. Когда выделяли участки, участки многодетным семьям под строительство, нам предложили в Дягилево, потому что по количеству детей мы попадали уже только в группы семей в Дягилево. Сначала мы выбрали, нам объяснили на пальце, куда ехать. Мы приехали, подумали, это одно место сначала. Потом приехали, говорят, ну выбирайте на плане. Показали нам план, ну мы примерно подумали, что раз примерно там, где мы были, без сопровождающих, то значит, в общем-то, это то место. Выбрали по соседству два участка. По факту оказалась эта помойка. Из-за свалки, которая растет в геометрической прогрессии, не видно даже колышков, обозначающих местоположение участка. Невооруженным глазом видно, что эта территория никогда не приводилась в порядок. Стоит отметить, что в документах этот сектор значится как мусорная свалка. Местные жители несколько лет подряд оставляют там бытовые отходы, так как в поселке практически отсутствуют контейнеры для мусора. Без спецодежды, без спецобуви пройти по участку невозможно, потому что вы или ухнете в глубокий ров, или наткнетесь непонятно на что, стекло, мусор, проволока, ну и прочее, прочее, прочее. Вот. И, в общем-то, собственно говоря, обижаться с Ненковым, вокруг никаких приспособлений для мусора проживающих соседей не видно. То, что должен обеспечивать город в любом районе. Кроме свалки, существует ряд других проблем. Дорога к участкам практически отсутствует, а один из них вовсе расположен непосредственно на дороге. Инфраструктура в поселке находится не в лучшем состоянии, а по соседству из ниоткуда выросли цыганские дома. Уже на двух участках для многодетных, которые, как мы знаем, сейчас только распределяются. И на вопрос администрации города, что же с этой проблемой делать, приходят лишь отписки. Пишите отказ, если такие соседи не нравятся. И пока вопросы лишь повисают в воздухе, оставаясь безответными. Многодетные семьи вынуждены скитаться из одной съемной квартиры в другую. Или жить у родственников. И ждать свой законный кусок земли. Продолжим. В 2016 году Рязанская область сможет выдать мигрантам 2000 разрешений на временное проживание. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства Российской Федерации. В текущем году области выделили квоту в 2300 разрешений. Затем это число увеличили до 2400. Отметим, что больше всего квот на 2016 год выделили в Московской области. Она сможет выдать до 8000 разрешений на временное проживание. Сама столица примет 2000 мигрантов. Разрешения на временное проживание иностранного гражданина выдают на три года. Их количество ограничено квотами, которые ежегодно устанавливаются правительством Российской Федерации, опираясь на возможности регионов. При этом есть случаи, когда разрешение могут выдавать вне квот. Они прописаны в соответствующем федеральном законе. Супружеская пара из Новомичуринска организовала преступный бизнес. Семейный подряд, занимавшийся сбытом героина, был задержан сотрудниками наркоконтроля. Наталья Новикова расскажет подробности этого дела. В квартире супружеской пары нашли более 100 граммов героина. Ранее в поле зрения сотрудников Скопинского межрайонного отдела УФСКН России Паризанской области попали 39-летний мужчина и 36-летняя женщина, являвшаяся гражданскими супругами. Согласно полученной информации, сожители имели причастность к доставке героина в Новомичуринск в оптовых количествах и в розничной продаже. При обследовании квартиры сообщников наркополицейские обнаружили расфасованный в свертке героин массой 106 граммов. Этого количества хватило бы для более чем тысячи инъекций. Также оперативники изъяли в жилище упаковочные материалы и электронные весы. Правоохранители установили, что героин злоумышленники покупали в Москве, а продавали только хорошо знакомым наркозависимым жителям города. Возбуждено уголовное дело, а на расследование продолжается. Современная молодежь в желании показать сверстникам всю свою крутость и самостоятельность порой готова пойти на неоправданный риск. Один такой молодой хулиган доигрался и за свою выходку получит не только от родителей, но и от представителей закона. Один из рязанских подростков своим поведением сумел удивить даже следователей. Инцидент произошел еще в августе. Сотрудники ГИБДД, как обычно, несли службу на одной из точек. В это время из темноты показался скутер с довольно веселым водителем и таким же пассажиром. Молодые люди, видимо, почувствовали себя супергероями и решили развлечь себя погоней. Просьбы сотрудников остановиться только подстегивали хулиганов. В итоге скутер легко скрылся в закоулках, куда не смогла так же элегантно проехать патрульная машина. В этих дворах он смог от них скрыться. После чего сотрудники полиции снова выехали на улицу Октябрьскую, где стали патрулировать по своему маршруту. Но молодому человеку показалось мало приключений. Уже в одиночку он вернулся и начал дразнить сотрудников ГИБДД. Подростка не смутил даже тот факт, что он был пьяным и бесправ. Погоня продолжилась по улицам Станкозаводской, Бирюзова, а в районе садоводческих товариществ несовершеннолетнего шумахера подвел гравий. Скутер занесло, водитель свалился и успел скрыться в ближайших кустах. Казалось бы, ночная история закончена, но не тут-то было. Хулиган дождался приезда второго патрульного экипажа. В этот момент выходит подозреваемый, из темноты подходят сотрудники полиции и наносят ему удар в лицо, после чего задержали, доставили в отдел полиции. Выяснилось, что молодой человек уже состоит на учете за неоднократное нарушение комендантского часа и употребление алкоголя. Единственное, более-менее логичное объяснение его поведению только одно – живет без мужского присмотра, с мамой. Впрочем, для судьи это второстепенная информация. Трогательный зоопарк в Рязани спас от верной гибели детеныша-обезьяны. В одном из частных питомников родился долгожданный малыш. К несчастью, когда ему исполнился один месяц, его мать погибла. Крошку требовалось кормить буквально каждый час из пипетки. Владельцы питомника не имели такой возможности, и малышу грозила голодная смерть. В это время трогательный зоопарк искал нового питомца. Узнав эту печальную историю, сотрудники зоопарка забрали малютку к себе. Мы искали нового питомца для зоопарка, совершенно не были уверены в том, кто это будет до конца. Когда обзванивали частные зоопарки, частные питомники, услышали абсолютно печальную историю, что в одном питомнике Подмосковья в семье Бельчих Саймири, обезьянок, родился долгожданный малыш. Но, к сожалению, мама погибла, причина до конца неизвестна. Когда в нашем Крохе был всего месяц. Сейчас обезьянке уже три с половиной месяца. Он питается из бутылочки детской смесью и уже пробует самостоятельно есть фрукты. А в конце этой недели Кроха переедет в эко-зал. И все посетители трогательного зоопарка смогут познакомиться с ним поближе. Конечно, с его появлением в наш офис пришел абсолютный хаос. У нас тут полный бардак. Но, тем не менее, мы его крайне любим. Не хотим сажать в клеточку. Вот он требует бананчик теперь. Откройте нам, пожалуйста, кто-нибудь бананчик. Другие мамы-обезьянки чужих детенышей кормить не будут. Такова природа. Поэтому заботливые человеческие руки были единственным шансом на спасение малыша. Также буквально пару дней назад ряды трогательных зверушек пополнил вот такой милый пятнистый олененок. На сегодня это все новости, которыми мы хотели поделиться с вами. Дали в эфире программу подробности. Ну а день города подошел к концу. Смотрите нас на Рязанских Кабельных. Всего доброго. Это она. Опять она. Невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От нее нет никаких средств. Нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую Понтия Пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают ее результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамаг» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендует при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамаг» по специальной цене. До 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла». Субтитры создавал DimaTorzok